Название «Веном 3» раскрыто, и это как завершение франшизы. Новости по пусте премьеры «Бэтмена 2» и сиквела «Братья Супер Марио». Узнайте больше в выпуске новостей «Киночек». «Братья Супер Марио» собрали более 1,3 миллиарда долларов, стали одними из самых успешных фильмов года. Неудивительно, что «Иллюминейшн» и «Нинтендо» планируют продолжение. В день «Марио» объявлена дата выхода второй части. На загруженном видео нас приветствует Сигару Сигмото, который благодарит за успех первой части. Крис Меледандри заявил, что работа над «Братья Супер Марио 2» и «Дюа» и премьера запланирована на 3 апреля 2026. Господин Миемото говорит, что вторая часть представит нам забавную историю в мире «Братьев Марио». Неясно, будет ли это продолжением или новым приключением. Взгляд на оклятки со Супер Марио Брадерс 2 говорит о том, что появится Валуи и Джалуи, возможно, даже с Варио. Вторая часть может представить новых персонажей, а не только противобор против Марио и Боузера. «Братьев Марио» — поле для увлекательных историй. Мы взволнованы. Для франшизы «Пик» есть надежда. Смотря на сложности со съемками седьмой части, возвращаются два старых старого листа. По данным варайти, Нев Кэмпбелл снова будет Сидни Прескотт в «Крикотке 7». Кэмпбелл сама сообщила новость в «Лонотограмме». Она с волнением рассказывала о своем возвращении и еще нечеркнула, как дорога ей роль Сидни Прескотт. Возврат актрисы произошел после публичного спора о зарплате, из-за которого ей пришлось отказаться от участия в «Крике 6». После ухвоза режиссера «Чудака» Кристофера Лэндона седьмой фильм будет снят сценаристом франшизы — Уильямсоном Кевином. Уильямсон в эмоциональном посте в Инстаграме выразил свою радость по правду того, что может продолжить серию «Крик». Габусек и Джеймк и Вандербильд, участвовавшие в предыдущих сериях фильма, отвечают за сценарий нового фильма. После споров вокруг актрисы Мелиссы Бамиллеры и ухода Дженны Артеги, ответственные, находят способы просажения франшизы. Точная дата выхода «Крико 7» под вопросом, но релиз возможен уже в 2024 году. Любовиков, вслушайтесь! Санта-Клаус и бывший агент «Эвген-Эр» скоро вернутся на экраны в сиквелах «Жестокая ночь 2» и «Никто 2». В сети с коллайдер продюсеры Макадюс Мик и Лич обсудили успехи и подготовку к боевикам. Клэнтузиазм актеров Боба Оденкерка и Дэвида Хадевера к их ролям. Маккормик добавила, что сценарии уже разработки и варианты готовы. Несмотря на то, что разработка сиквелов в основном идет гладко, все еще есть детали, которые надо решить перед началом производства в конце 2024 года. «Никто» и «Жестокая ночь» имели кассовые усы и были любимы зрителями. Сыск кровавого экшена и горького юга явно задело заживое. Пока сюжеты «Никто 2» и «Жестокая ночь 2» еще тайны, фанаты могут радоваться тому, что сиквелы экшена и конец-то воплощаются в жизнь. Может быть, это последнее приключение Тома Харди в роли Веди Врома? Новое название экшен-блокбастера дает основания для спекуляций. После нескольких переносов и перерывов «Веном 3» выйдет в кинотеатрах 25 октября. Название фильма – открытая варайти. Последний танец. Среди фанатов это название вызывает беспокойство. В конце концов, кажется, что фильм является заключением. Конечно, Харди может покинуть вселенную Марвел после третьей части. Также, возможно, это последний сольный выход сольного героя, и он появится в других проектах. Ведь Веном официально представлен в MCU в Челк-паук. Нет пути домой. Так что воссоединение с версией сверхлюбного паука Холланда кажется возможным. Пока ничего не известно в «Веном 3», но появление симбиота токсин предположимо. Хостом которого мкадает полицейский Маллиган, сыгранный Стивеном Греем. Тэппл, Элиофор и Бакоу также появятся в фильме. В прошлом году съемки временно приостановлены из-за забастовки Саг Афтерстрайк. Но Тэппл в «Интэпл Варайти» указала, что съемки почти закончены. Наразал о позитивном опыте на съемках и с нетерпением ждет показа фига миру. Мы тоже в предвкушении. Палонники Темного рыцаря крепитесь, ведь Ворнер Брос вкладывает долгожданный сиквел «Бэтмен 2» еще на год. По данным дедлайн, теперь фильм выйдет 2 октября 2026 года, ровно через год после первоначально запланированной даты выхода. Выхода. Наверное, этому есть много причин. Во-первых, возможно, на должное выхода повлияла забастовка сценаристов и актеров, которая в прошлом закрыла весь Голливуд. Во-вторых, задержка также может быть связана с новым DCU под руководством Джеймса Ганна, который должен дотовать 11 июля 2025 года с Суперменом. Вполне вероятно, что до проектов DCLC Одним из которых является Бэтмен Мэтта Ривза. Они хотят в следующем году дать DCU больше пространства. Старая дата выхода Бэтмена 2 теперь заполнена дистрибьютором Ворнер-невестой Мэгги Джеймс Мэнхол версией Франкенштейна с Кристианом Бэйлом в главной роли. В разработке находится новое приключение в Оазисе. Шею успешной экранизации первому игроку приготовится многое происходит касаемо сиквела. После Оскар в этом году Стивен Спилберг Был Спрокблс Шоу Биз 411 о предстоящих проектах. Еще не определился какой фильм снимет следующим, но подтвердил участие как часть дюсер во второй части первому игроку приготовиться. Твоначальная информация говорит, что сюжет фильма основан на одноименном романе изданном Эрнестом Клайном в 2020 году. Сюжет первому игроку приготовиться 2 продолжает события первой книги заново переносит читателя в увлекательный оазис, виртуальную вселенную полную приключений и опасностей. Второму игроку приготовиться второй роман полон ссылок на поп-культуру, что дает туру социал для новой экранизации. Несмотря на восхитительные новости, множество вопросов остаются нерешенными. Вернется ли оригинальный актерский состарский кто будет режиссером? Ожимаем допустимую информацию в ближайшее время. Время. Поп-культации видеоигр востребованы, будь то фильмы или сериалы. Можество студий решают адаптировать свои игры. Убисофт это относится. Воплотят следующую франшизу после Ассасинс Крисенс. Речь идет о сторожевых псах. Денайн сообщает, что Софи Уайлд сыграет ключевую роль в сторожевых псах. Подробности пока неизвестны. По блокбастерам Юбисофт будет режиссировать мать и Туре. Много жанровых фильмов и планирует телевизионную адаптацию Тачу Май. Невинность Сценарий к сторожевым псам написала Кристин Леблан Аф научно-фантастического триллера Кислород. Сюжет фильма остается застаткой. Не стоит ожидать буквальной экранизации игр. The Watch Dogs переносит нас в криминальный мир разных вымышленных городов, где хакерам приходится иметь дело с крупными корпорациями, криминальными офтальными сетами и прочими враждебными группировками. Центральным элементом имляется компьютерная сеть, соединяющая все устройства города, храняя личные данные его жителей. Эта сеть игрок может использовать как пользоваться головоломок, как и в бою. Вопрос, выйдет ли фильм на большой экран? Планы экранизировать игру витают в воздухе уже больше 10 лет. Проект наконец начинает развиваться. На сегодня новости закончились. У нас еще есть контент, которым хотим поделиться. Вы можете узнать все детали о перезапуске Горец с Генри Кавиллом в главной роли в нашем неделе в киночеке. Благодарим вас за поддержку, ждем вас на следующей неделе с новыми киноновостями.